Здравствуйте, дорогие друзья! Как и обещал, в следующий фильм поступил у меня заказ от моего друга Юрия Матюхи. Он уже неоднократно делал у меня заказы. В принципе-то все работает, все хорошо. Но в данный момент немножечко необычные приманки он попросил сделать для щуки. В чем необычность? Вроде бы приманка как приманка, но весь смысл в том, что приманка должна идти жалом вверх. У меня на канале есть достаточно фильмов, где я показывал, как изготовить. Но каждый раз вы просите, чтобы я заново что-либо делал. Ну, раз такая тенденция пошла, значит мы будем с вами делать щучий стример перевертыш со смещенным центром тяжести. Как этого добиться? Добивается это очень просто. Помимо, можно взять, допустим, вот как у меня здесь имеются всевозможные вот такие глазки. Есть им точеные, которые я делал. Ну, можно и у токаря, можно и купить. То есть прицепить получается вот снизу и приманка наша будет пытаться идти жалом вверх. Ну, я решил здесь немножечко перестраховаться, потому что эта приманка будет типичный вулебаггер. А раз вулебаггер, значит она должна иметь какую-то концепцию, чтобы было похоже на эту приманочку. Что именно? Вот шарик должен быть или же головка, обязательно более симпатичная голова. Что мы делаем? Нам понадобится с вами свинец. Свинец может быть как вот такой листовой. Он применяется для защиты рентген-кабинетов, ну, для витражей и прочего. Или же купить в магазине вот такой набор. Если этого нет, можно медной проволокой, но огрузка будет тогда, вы сами понимаете, не до той величины, которая необходима вам. Ну, и понадобится клей. Самое главное, понадобится петушиное перо. Желательно, чтобы было вот такой длины. Честно скажу, крючок здесь 3.0. Для такой величины, чтобы изготовить вулебаггер, может мне даже немножечко не хватить. Ну, и понадобится нам плоский люрекс. Может быть, как голографический, вот у меня имеется, он здесь, он разный, так и обыкновенный, который вы вот можете использовать. Также можно использовать без зазрения совести, вот для рукоделия продается всевозможный. Вот такой люрекс, он тоже не будет запутываться в хвосте. Ну, в принципе-то, еще нам понадобится с вами мех. Мех понадобится, вот, песца, у меня есть красный, и есть у меня белый, такой же длины. Вот. Но, в чем здесь загвоздка? Если у вас как такового, допустим, нет, вы можете пойти на рынок и купить вот такой искусственный мех, который продается разный длинный волокон, разный по величине и по цвету. То есть, можно упростить приманку. У меня есть фильм, где я делал приманку, которая очень хорошо работает, но она немножечко трудоемкая, поэтому я ее здесь не рассматриваю. Бонька, по-моему, называется она у меня, и, честно скажу, достаточно хорошо работает с искусственным мехом, но, честно скажу, что не настолько долговечная эта приманка, как бы вот нам хотелось с вами. Ну, давайте мы теперь приступим. Что нам нужно? Нам нужно изменить для начала центр тяжести. Что мы делаем? Берем наш клей и кусочек свинца будем крепить в том месте, где будет наша приманочка переворачиваться. берем нить, я беру нить у меня где-то порядка 6.0 ну, можно брать любую, но я, в принципе, так как у меня вот такая нитка считается как бы рабочей, ее у меня очень много, мне ее не жалко. делаем небольшую подложку, начиная от колечка и до загиба. Кому не будет нравиться, я очень подробно, потому что многие писали, чтобы очень-очень подробно, так, чтобы самый одаренный смог понять, как и что, вплоть до того, как я ставлю узловяз, и почему у меня получается хорошо завязывать. Берем наш свинец, значит, здесь нет никаких сложностей, свинец может быть любой, ну, вот, я его, допустим, использую, здесь я расплющиваю, поэтому я беру с другого края круглый свой, подровняем его, чтобы он был ровненький, прикладываем сверху, не доводим до нашей бусинки латунной, можно использовать любую другую, белого цвета, медную, какую вы захотите, вот, в принципе-то, мне столько достаточно, годится, вот, промазываем опять клеем, чтобы наша проволочка никуда не делась, не делась, и теперь уже берем, я отрезал полосочку листового, ну, вот, как вышло свинца, и от загиба я образую специально вот такую здесь ступеньку, чтобы здесь мне можно было крепить мех, и потом выровнять по диаметру мою, мое тело, можно использовать ротори, можно не использовать, это уже, друзья, кому, как, будет удобно, здесь уже я вяжу, приматываю обычно вот так, не дошли до окончания свинца, и вот здесь мы не делаем ступеньку, как бы немножечко отступаем, для того, чтобы не было у нас шеи, у самой головки, подровняли наш свинец, опять его промазываем клеем, без лишнего фанатизма, но в достаточном количестве, чтобы можно было потом хорошо промотать, так, и, как вам будет удобно, желательно, так, чтобы сразу скрыть хорошо свинец, потому что мы будем с вами делать тело немножечко светлое, и через наш свинец будет проявляться, почему я и сказал, что я использую нитку, которую, ну, не так мне сильно жалко, можно взять сразу пряжей, но вы понимаете, когда она намокнет, то у нас не будет вот, нет этой вот подложки белой, и за счет этого у нас будет сильно проявляться наше тело, делаем слегка вот такую конусность, утолщаем, делаем утолщение по центру чуть больше, так, и меня вполне это устраивает, вот так, еще раз пройдем, закроем определенные места, добавим в центре, если немножечко коряво, это не страшно, как вы видите, здесь я не добавляю, мне здесь пока еще не нужно, потому что я буду делать грудку совсем другую, потом я сюда добавлю даббинг, для того, чтобы наша нитка не сползала, так как это у нас щука, и служила очень долго, я промазываю опять это все клеем, без фанатизма, вот так, отлично, и теперь, как вы сами понимаете, желательно дать этой конструкции высохнуть, мы пока сделаем небольшую паузу, пусть подсохнет клей, и потом продолжим, вот, друзья мои, уже подсохло, и теперь мы берем, здесь, в принципе, это уже без разницы, как вам будет, или белый, или красный, но мы должны рассредоточить, пучок меха, допустим, красного, будет у нас идти сверху, а белый будет идти в жале крючка, я выбираю, ну так, без большого фанатизма, но так, чтобы этот пучочек был хорошо заметен в воде, обычно, вот такой величины, посмотрите, я его скручу, специально, будет достаточно, и такой же вот длины, отрезаем, под шерсток, желательно, немножечко, не до конца, а вот до середины, вот так выбрать, чтобы он не давал нам утолщение, и обязательно, потому что мех и нитка наша будут скользить, опять берем немножечко, капельку нашего клея, потом мы добавим, что я обычно делаю, я обычно беру и вот так вот здесь вот чуть-чуть промазываю, и промазываю то место, где я буду крепить, прикладываем так, чтобы не утянуть, как вы видите, я вот сперва делаю вот такую накидную, потом еще, а потом только лишь начинаю подтягивать свой мех вниз, почему вниз, а не в сторону, или еще как-то, потому что в ту сторону, в которую мы с вами будем тянуть, вот так она и будет у нас крепиться, ну и оставшийся материал вот так немножечко прихватываем, годится, те волоски, которые неважно закрепились, убираем, переворачиваем крючок и выполняем ту же самую операцию, но уже с белым нашим мехом. Учитывая то, что у меня мой белый мех не настолько длинный, ну, такую же берем щепоточку, все точно так же, без никаких там изменений, и у меня мех песца весь вот такой, поэтому что я делаю? Не вытаскиваю отсюда никакого подшерстка, потому что сам по себе мех такой специфический, и весь подшерсток получается как бы идет по всей плоскости. Берем наш клей, промазываем место, и также промазываем наш мех. Я укладываю так же, вот, как вы видите, подтянул его, еще подтянул, и еще подтянул, и только после этого я его одеваю вот так на крючок, как бы распределив его слева-справа отжало, подхватили. Теперь промажем хорошо клеем, ну, опять же, без лишнего фанатизма, потому что у щеки, зубки хорошие повыдергивает. но с десяток особей вполне выдержит вот такая приманка. Если сильно потрепанный хвост, ну, всегда можно, не меняя ничего, добавить. Теперь, что я делаю? Вот у меня остался, вот мой же этот даббинг, я беру, креплю здесь, опуская его немножко ниже, беру вощину, ну, у меня, или свечку церковную, как вам будет удобно, креплю здесь за кончик свое петушиное перо, которое я подготовил, буквально буквально вот вот так удаляю и в этом месте крепим, закрепили немножко и теперь уже идет вход в наш даббинг. Перо убираем, чтобы нам не мешало. чтобы можно было в дальнейшем работать без проблем с приманкой и она выдерживала хорошо поклевки, еще дополнительно вот беру вот такую проволочку, ну, 0,12, 0,15, какую вы у себя найдете, и здесь же ее закреплю. Теперь возьму немножко оранжевого, у меня он флуоресентный светится, даббинг, и добавлю к своему красному. тело может быть любым цветом, то есть это уже не проблематично, как вы уже выберете, но желательно, чтобы тело было немножко как бы вызывающим для нашей щучки, поэтому я возьму вот такой тоже флуоресентный зеленый мех песца, надергаю с него вот такое количество приблизительно, много не надо, и самое главное, можно здесь использовать, я уже вам показывал неоднократно, как я использую вот ангора для пряжи, можно использовать мех для валяния, то есть на что у вас хватит выдумки, так и используйте, не должно быть тело рыхлое, поэтому прикладываем, лучше 2-3 раза потом пройтись по одному и тому же месту, чем один раз положить большое количество даббина, вот приблизительно я вот столько беру, и теперь у меня точно так же я беру флуоресцентный зеленый даббинг и добавляем здесь, добавляем здесь, теперь что касается люрекса, значит обычно я добавляю в хвост ну 2-3 пряди, но так как я буду делать 2-3 одинаковые приманки, поэтому вот в данный момент я люрекс не добавляю, ну можно конечно взять, сейчас попробую добавить, но честно скажу, что больших отличий в поклевках есть люрекс в хвостике или нет честно скажу вам, я не замечал, потому что сама по себе вот приманка наша и без того хорошо привлекает щуку, поэтому лишняя трата ну нежелательно чтобы это было почему плоский он меньше закручивается у нас в мехе при проводках вот так добавим не страшно и дальше опять добавляем нашего зеленого опять добавляем наш мех песца и формируем тело значит тело должно быть тоже конической формы вот как видите я несколько раз прохожу по одному и тому же месту опять так же формируем так не не доходим буквально миллиметр до нашего с вами шарика потому что там будем формировать оранжевую точку и будет уже наше с вами тело вот так приблизительно будет достаточно пару миллиметров не доходим теперь я беру чисто оранжевый блестящий даббинг нет можете использовать красную нитку то есть здесь уже больших отличий нет чем что можно заменить я уже сказал если у вас нет как вот у меня в наличии определенных материалов можно немножко обойтись но честно скажу не совсем так качественно будут работать но будут работать здесь мы делаем опять конусность не делаем нагромождение материала потому что очень тяжело потом будет нам нашу красиво сделать головку будет образовываться у нас с вами шея которая не нужна эту часть я ничего не добавляю потому что оставляю вот эти пару миллиметров для того чтобы здесь зашло перо могли сделать ёршик и точно так же можно было потом прокрутить проволокой значит всё от того как вы будете делать обмотку перо может идти нашими бородками вперед или же может идти назад здесь вы уже выберите для себя сами это уже не столь принципиально ну вот я беру его так чтобы у меня была такая приблизительно лохматость и с ровным шагом проматываем по телу можно бородки отводить вот так самое главное чтобы вам хватило длины пера у меня есть фильмы но может я даже еще сделаю специально фильм как из двух из трех перьев допустим вы видите вот у меня впритык впритык чем больше лохматость тем лучше потому что щука очень хорошо реагирует на все вот такие вот колебания которые дает наше перо теперь смотрите большинство вязальщиков вот эту пуховую часть не используют я же ее использую многие пишут и говорят что это неправильно но перо есть перо оно не хуже работает тем более как вы видите вот я разговариваю колебания очень хорошие и проматываем так чтобы не было большого нагромождения у шарика вот все уже вполне достаточно больше уже нежелательно делаем один два оборота закрепить перо и что я делаю я вот так вот увожу все перо удерживая его беру капельку буквально клея и наношу на нитку и проматываю вот плотно пару витков без фанатизма немножко оставим пусть она у нас подсохнет и потом продолжим потому что перо должно хорошо подхватиться клей наш подсох у меня имеется ну вот такая и разные другие щеточки я беру подравниваю перо вместе с дабингом который у меня на теле и поднимаю его весь вперед чтобы мне не было заминания бородок вот так распушили берем нашу проволоку выводим и вот такими движениями раздвигая наше перо бородки проматываем можно помогать себе без проблем вот чтоб не захватывать бородки этой щеточкой но проволочку желательно покачивая стороны в сторону обходим и самое главное не заходить под очень уж таким нехорошим углом к нашему колечку вот у меня еще надо выполнить один оборот и тогда все будет окей все и теперь смотрите что я делаю делаю буквально пару оборотов подхватываю ниткой нить можно здесь поставить уже более тонкую удерживаю ноготком и я проволоку отламываю тогда у нас не остаются острые края и очень хорошо потом можем закончить многие переживают допустим очень часто Игорь Тяпкин показывает как правильно делать гулебаггер не доходим а потом шарик задвигаем и убираем вот эту шею я же допустим для того чтобы по-любому как бы мы ни старались перо у нас ну очень толстая и выполнить качественно здесь шею это проблематично поэтому я всегда стараюсь если так можно выразиться скрыть плоды наших деяний с помощью простого вот такого даббинга берем буквально щепоточку наношу нить рассредотачиваем и я что делаю сразу же наношу клей чтобы не делать много лишних движений мы с вами здесь сразу же где тут мой узловяз сразу потом сделаем завершающий узел уводим все назад и отлично и теперь как вы видите нитка идет по даббингу с клеем уже она ну никуда не денется буквально одного оборота будет достаточно узловязым нитку я отрезаю после этого нам остается только лишь взять наш стримерочек подровнять все что есть даббинг можно потом распушить и теперь смотрите что я обычно всегда делаю я вот взял вот так прокрутил и мой хвостик в принципе-то величину вы уже можете наблюдать достаточно объемная приманочка порядка 12 сантиметров и будут идти у нас жалом вверх зацепов практически не будут а подсекаемость рыбы очень хорошая ну вот приблизительно вот такой у нас должен получиться стример благодарю вас друзья за внимание до скорых встреч встречи Продолжение следует...